Итак, в данном видеоролике я бы хотел обсудить одну ситуацию, связанную со встречей в рамках G20, которая состоится сегодня, 26 марта в 21.00 по лидеру G20 местного времени. Что там будет? Там в первую очередь будет обсуждаться экономическое решение всех экономических издержек из-за коронавируса, из-за чего мир буквально вошел в стадию рецессии. Мировая экономика. А также, я отмечу следующее. Основные участники там будут Соединенные Штаты, Российская Федерация и Саудовская Аравия. На них необходимо поставить основной акцент. Почему? Потому что, смотрите, Штаты уже максимально сильно давят на Саудовскую Аравию. Мол, саудовцы, будьте любезны, не наращивать добычу с дальнейшим экспортом в апреле. Почему? Потому что радикально повлияет на ценообразование нефти. Американцам это невыгодно. И видеть нефть по 20-30 долларов за баррель. Поэтому, исходя из ситуации, которая сейчас имеется на рынке, американцы зашевелились. Да, у американцев сланцевые компании попали под критический удар. Да, они захаджируют. Но они, эти сланцевые компании, захаджируют на определенный период времени. И сейчас они уже несут свои издержки. То есть, в данной ситуации США имеет политическое влияние на весь мир последние 30 лет. С момента развала уже Советского Союза. И они могут любую страну, в данном случае Саудовскую Аравию, поднапрячь, оседлать ее, заставить политически не делать то, что они хотят сделать в апреле. Основным прецедентом, давайте говорить по факту, в начале марта, вот все эти данные эпопеи, к сожалению, послужила Российская Федерация. К сожалению. Потому что там не было согласования по сокращению добычи нефти уже со стороны РФ. Ну и потом товарищ Новак заявил о том, что вероятнее всего в апреле будет Российская Федерация повышать добычу нефти с дальнейшей ее продажи. Что, в принципе, также негативно повлияет на ценообразование уже нефти в мире. И саудиты они тоже сюда подскочили. И они сказали, мы будем просто люто наращивать добычу нефти с дальнейшим экспортом. А тут уже труба. Под удар попали американцы. Вот. Американцы, понятно, в чем факт. Им, у них рентабельность по нефти, да, примерно 50-55 долларов за бочку нефти. Это просто точка без убытка, скажем так. Когда их сланцевые компании могут спокойно сосуществовать с иными компаниями. Я не буду сейчас говорить, у кого отбирать долю рынка нефти. Эту тему сейчас затрагивать не стану. Я просто хочу акцентировать внимание на то, что в пределах данной встречи вполне резонны могут быть неформальные разговоры штатов Саудовской Аравии. На фоне чего, еще раз говорю, штаты могут политически на Саудовскую Аравию повлиять. И потом же, потом же, обдумав все свои действия, саудовцы могут прийти к мнению о том, что увеличивать добычу нефти в апреле все-таки не стоит. Потому что реально, если увеличить добычу нефти, цена на нефть, она просто в пол может улететь. 15-20 долларов за бочку нефти. Поэтому форс-мажор на какие-либо новости в скором времени, я считаю, стоит ожидать. И второй момент, я еще расскажу то, что говорил в предыдущем видео. Шартистов в нефти очень много сидит. И на данном фоне, на данном фоне, просто может быть конкретный вынос по цене на нефть. Может спокойно нефть марки Брэнт показать 35-40 долларов за бочку нефти. Опять же, в случае позитивной форс-мажорной новости. Сейчас говорю абсолютно одну главную цель, вещь. Вот сейчас ни одной нефтедобывающей стране не устраивает нынешняя цена на нефть марки Брэнт и WTI. Американцев в первую очередь. И поэтому еще раз говорю, они будут давить на саудовцев, на саудовцев очень сильно и очень болезненно. И в данном контексте, просто на мой взгляд, на мой взгляд, есть резон ожидать каких-либо соглашений уже между саудовцами и Российской Федерацией. Я, конечно, в концеперологию не стану углубляться. Просто выражаю свое мнение по данному аспекту. И в принципе, в принципе, по росту цены на нефть, наш российский рынок, он может очень сильно отскочить. Потому что, к примеру, РТС падал на 50 с лишним процентов на протяжении последних двух месяцев. Российский рубль может спокойно укрепиться и доллар пойдет закрывать свои гэпы на уровень 68. Поэтому, вот отвечаю уже на вопрос, актуальны ли подборы российских акций на нынешних отметках. Ну, по РТС, ГМП-900. Я считаю, что актуально, да. Но, опять же, если подбирать акции, подбирать их на определенный капитал, то есть не все вбухивает сразу, а на определенную сумму. Потому что основной кэш необходимо держать как раз для такого форс-мажора, который может быть в апреле. Опять же, тут сейчас две вероятности, два сценария. Либо США, еще раз говорю, давят на саудитов, на саудовцев, и они уже максимально как бы отстегиваются и говорят, мол, типа, мы не будем увеличивать добычу нефти в апреле. Не будем. К чему уже я реально больше всего склоняюсь, потому что штаты уже максимально сильно давят по всем фронтам. Потому что вот она, в принципе, главная новость. То, о которой я говорил в предыдущем видео. То, что саудовский принц обсудил с чиновником США Помпео по телефону усилие по поддержанию стабильности на рынке нефти. То есть, в первую очередь, это сейчас стабилизация нефти в диапазоне 25-30 долларов за бочку нефти. Уже с дальнейшим ее выносом, как минимум к 40 долларам за нефть. То есть, тут просто необходимо логику американцев сейчас понять. Поэтому следите, в первую очередь, за тем, что будет происходить в рамках G20. Да, они будут обсуждать все эти свои экономические меры по коронавирусу, по всей этой теме. Как выходить из этой рецессии нынешней. Да, это будет обсуждаться в первую очередь. Но еще раз. Сейчас необходимо следить прям досконально за G20 и следить за реакцией Саудовской Аравии. Потому что, еще раз говорю, какие-либо политические меры, давление штата, они будут предпринимать в адрес Саудовской Аравии, если она будет рыпаться. То есть, Саудовскую Аравию, по факту, сегодня вполне реально в неофициальном формате будут насиловать. Против ее воли. Но тут, увы, либо насилие Саудовской Аравии, либо Саудовская Аравия сама отдается штатам. Одно из двух, как говорится. Выбирай, выход Т1, но выбирать придется ей более жесткое порево, либо более нежное порево. С прелюдиями, скажем так. Все. Поэтому я еще раз скажу, что я лично основной пакет акций инвестиционных по российскому рынку имею сейчас. Я еще раз просто отвечу на вопрос наших участников телеграм-канала читателей и ютуб-канала подписчиков. Лично меня устраивает сейчас любой вариант. По нефти, по рынку. Если идем вверх, я лично улетаю также вверх с тем пакетом акций, какой у меня имеется сейчас в голубых фишах РФ. Если идем ниже, я делаю массовый дозакуп. Ну, примерно на РТС отметки там 500, 600, там 450 пунктов. Устраивает любой вариант. Поэтому, господа, тоже обратите внимание на данный аспект. И уже выводы тут, пожалуй, вам придется делать самим. По крайней мере, какой-то определенный процент акций РФ, я думаю, необходим в местном портфеле уже сейчас. Ну, к примеру, из 100% капитала можно выйдеть, к примеру, 35-40% от капитала на приобретение акций по нынешним их ценам. Уже с инвестиционным подходом. То есть, не спекулятивным, а именно инвестиционным. Потому что в случае достижения цели американцев с Саудовской Аравией, и когда вот суету уже скажут вполне реально, что, мол, не будем делать то, что хотели сделать в апреле, может быть спокойный вынос по нефти. Я еще раз говорю, в нефти очень много шартизов сидит, очень много. Там критическое количество, то самое количество, какое было в 2014 по 2016 год. И когда там тоже была позитивная новость по нефти, и то же самое, что было в 2008 году, там тоже было количество шартизов очень высокое. Когда вышла позитивная новость, форс-мажорная, неожиданная для рынка. Об этой новости только говорили аналитики. То же самое, что я вам сейчас говорю. Вот нынешняя ситуация может повториться, когда повторялся в то время. И там произошел вынос. Массовое распятие шартистов было. Просто. Их прибивали к бетонным стенам, и они там помирали. Поэтому и сейчас что-то подобное, я считаю, вполне резонно увидеть. Потому что сейчас многие моменты, они краски говорят за то, что что-то будет из формата форс-мажора, такого позитивного для рынка нефти. А что будет, ну это мы уже узнаем скорым временем. По крайней мере до апреля осталось жить, в принципе, недолго. Буквально пару торговых сессий. Ну и несколько дней календарных. Поэтому, господа, сейчас шартить российский рынок, я считаю, не стоит. И почему? Потому что он пришел сейчас на те отметки, на каких он был в 2014 году. И в 2000 даже... Ну да, в 2014 году. 2014-2015 год. То есть, в данной ситуации рынок, по большому счету, пришел на те отметки, где шорт, он просто, ну будет критическим решением. Поэтому, господа, в данном случае необходимо быть крайне аккуратным. Поэтому американцы уже политически, в принципе, готовы давить на саудовцев, если вот именно демократическим путем не получится решить, потому что саудовская Аравия и США, это, по сути, союзники мировые. Если не получится штатам давить на саудовцев демократично, ну в примерах дипломатии, придется давить уже политически. По-другому никак. Но я думаю, саудовцы, они демократически, как говорится, с точки зрения дипломатии, могут принять, как говорится, верное решение. И в данной ситуации, я считаю, нужно быть готовым абсолютно ко всему. Как говорится, не паниковать и в эйфорию не впадать. Еще не пришло это самое время. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевого торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технические фундаментальные, а также торговые идеи, которые рекомендации ей не являются, но итоги по ним, я думаю, вы увидите сами. По крайней мере, последние торговые идеи себя очень хорошо отыграли. Помните, что мы все обречены на прибыль? Лишь время и грамотная стратегия, что есть у нас и является нашим преимуществом, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.